Выборы, которые пройдут уже в конце этой недели, это, по сути, поиск ответа на один простой вопрос. Мы хотим дальше видеть Путина президентом или нет? А бюллетень — это способ выражения своей позиции. В нем есть Путин и несколько не Путина. И главная заслуга не Путинах, что они, собственно, не Путина, а кто-то даже из-за мира высказывается. Но поговорим мы сегодня не о них. Вообще, главное впечатление о человеке создают его последние слова и действия. Что было раньше — не так важно. Важнее, кем человек является сейчас. Поэтому сегодня мы поговорим о Путине, а конкретнее о последнем его сроке правления, начиная с 2018 года. Я Анастасия Брюханова, канал «Объектив». Подписывайтесь, ставьте лайк, а мы начинаем. И на все слова будет понесен удар. Как поняли, я принял. Если ответ на вопрос «Ху из мистер Путин весь мир уже в каком-то виде получил», то вот вопрос «Что такое Путин?» далеко не так прост. Давайте разбираться, какой стала путинская Россия. Пункт первый и очевидный. Путин — это война. Крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой. Война, которая разрушает города, дома, семьи, людей. Но зачем? Потому что в выдуманном Путином мире Россия окружена выдуманными врагами? А если драка неизбежна, то по старой традиции ленинградских подворотней бить надо первым? Вот только от такой псевдопацанской логики реально гибнут люди. Мирные и военные. Я уж не говорю о том, что за два года так и нет ни единого доказательства, что кто-то вообще собирался с Путиным драться и уж тем более нападать на Россию. Но в итоге он решил, что неплохо бы у соседа кусок земли оттяпать. Потому что тот, видите ли, решил тут демократические процедуры проводить. Да в сторону Европы повернулся. И теперь города Украины находятся под практически ежедневными обстрелами. Только потому, что Путин захотел войти в историю и маленькой победоносной войной укрепить свою власть. Видимо, без этого совсем плохи дела были. Вот только стало ли от этого лучше россиянам? Тем самым людям, которых по идее должен представлять Путин? На мой взгляд, нет. Жители приграничных областей теперь в постоянном страхе, что со стороны Украины могут прилететь ответные залпы. Украинские беспилотники долетали уже до Кремля и башен Москва-Сити. Получается, Путин своей войной только сделал страну уязвимой? На Россию наложили беспрецедентное количество санкций. Да, они все из них оказались полезными в деле остановления войны и способными как-то навредить конкретно Путину. Но они отразились на простых россиянах и повлияли на жизнь очень многих. Даже если это незаметно с первого взгляда. Более дорогие продукты, отсутствие западных сервисов – это самые простые и очевидные примеры. О них еще поговорим. А о том, что Путин войну заканчивать и не планирует, говорит нынешний бюджет. Он отражает реальные приоритеты власти. Можно много хвастаться, мол, мы так вкладываемся в больницы, школы, мы так развиваем наши города, мы заботимся о людях. И наши приоритеты – благополучие людей. Но главный показатель, во что вкладывается государство, о чем действительно заботится, – это именно деньги. От того, в какую область потекут финансы, зависит, по какому пути страна будет развиваться. И долгое время социальная политика действительно оставалась одной из основных снатей расхода бюджета. На нее тратили все больше и больше средств. С чуть менее 5 триллионов рублей в 2018 году до более 7 в 2024. То есть в целом понятно, откуда берется мнение, что бюджет страны действительно социальный. Но давайте посмотрим на статьи, связанные с силовыми структурами – национальная оборона и безопасность. В сумме расходы на них превышали социальные еще даже в 2018. И из года в год такая тенденция сохранялась. Только вот в 2021 году, когда еще была пандемия коронавируса, в бюджете на социальные выплаты закладывали больше, чем на силовиков. Но однако затем все вернулось на свои места. И вот уже в бюджете на этот год одни только расходы на войну впервые в России превышают социальные. Но с расходами на прочих силовиков разница становится просто внушительной. Почти 6,5 триллионов рублей не в пользу социальных расходов. И все эти данные публикует Минфин в специальной брошюре «Бюджет для граждан», где пытается объяснить, что, куда и как планируют потратить и откуда взять деньги. Но в российском бюджете есть и засекреченная часть. И она в основном тоже связана именно с расходами на армию и войну. В нее в этом году включили более 11 триллионов рублей. Почти треть всего бюджета. И почти в два раза больше, чем в прошлом году. Получается, несмотря на якобы социальный характер бюджета, цифры, к которым мы пришли за последний срок Путина, говорят об обратном. Путин — это война. Война, которую он не собирается заканчивать. Это не только Россия. И не только у нас вызывает озабоченность. Это касается... Вообще, на социальные политики Путина хочется становиться особенно. Долгое время на нее действительно выделяли немало средств. Но не потому, что Путин сильно заботится о россиянах, а потому что так Путин пытался купить лояльность наиболее зависимых от государства людей. При этом итоги работы, мягко говоря, удручают. На последнем послании Федеральному собранию мемом стало очередное напоминание о том, что пора бы вытащить россиян из трущоб. Но почему очередное? Дело в том, что из года в год Путин повторяет это как мантру. С трущобами надо покончить, покончить с ними надо. А теперь вот назвал новый срок, в который это надо сделать — 2030. Но вопрос, а что мешало это сделать за предыдущие почти 25 лет, остается загадкой. Еще в прошлом ноябре вице-премьер Хуснулин вообще сообщил, что к тому моменту есть задача обеспечить новым жильем аж 36 миллионов семей. Даже не человек, семей. То есть это получается, что спустя четверть века правления у нас больше половины семей живут в старом жиле, которое обязательно нужно менять. Ну и, кстати, коль уж про жилье. По официальной статистике у нас более четверти страны не газифицировано. То есть у многих людей нет доступа к газу в стране с наибольшими в мире его запасами. У Путина было 25 лет, чтобы решить эту проблему. И стоит отметить, где-то газ действительно провели. Но смотреть на эти цифры все равно дико. Это тоже, кстати, к вопросу о приоритетах. Хотели бы этим заниматься, могли бы выделить больше средств и делать все быстрее, масштабнее. В общем, Путин свои приоритеты выстроил. Но только остался открытым вопросом, кому от этого стало лучше. Обычным россиянам, тем, кто, может, даже и не выступает против войны, как-то стало комфортнее. Купить продукты стало проще, может, зарплаты растут быстрее цен. Можно себе ни в чем не отказывать. Журналисты Русской службы Би-Би-Си провели исследование. Посчитали, как изменилась стоимость одной и той же продуктовой корзины 2019 года по 2024. Так вот, продукты, которые закупали журналисты, там и мясо, и яйца, и молоко, и в целом много самых обычных базовых товаров, что можно увидеть на столах россиян. За пять лет они подорожали почти на 50%. Опрошенные Би-Би-Си аналитики утверждают, что это все из-за возросшей стоимости производства, усложнения на логистике. И, в принципе, понятно, когда из страны массово уходят бренды и поставщики услуг, удержать цены на товары становится тяжело. Ну и к тому же в стране нехватка рабочей силы. Производители, чтобы набрать новых сотрудников или не отпускать старых, вынуждены платить им больше. Из-за такого роста расходов растут и цены на производимые ими товары. Кроме того, некоторые отмечали, что могли бы производить вообще-то больше, это сделало бы товары дешевле. Но людей для этой работы просто уже нет. И усложнение логистики и нехватка рабочих рук — это следствие войны, которую ведет Путин. А помимо всего этого из-за войны еще и усилилась изоляция России от внешнего мира. Конечно, мировое сообщество еще и до полномасштабного вторжения понимало, что в России демократии нет, у власти автократ, которому закон не писан и которому подчиняются суды. Поэтому там ты, правда, если что, найти не сможешь и, например, свое имущество и бизнес защитить тоже. Однако при этом страной-изгоем Россия не была. Да, были какие-то санкции, в том числе и за аннексией Крыма, войны на Донбассе. Но у России спокойно покупали нефть, газ, большими, огромными просто объемами. Во всю работал Северный поток. В мае начали строить Северный поток-2. Из России в Европу можно было улететь за 3000 рублей, а иногда и поймать билет того дешевле. Но теперь Россия — мировой лидер по количеству наложенных на страну санкций. Так себе достижение для государства, которое еще совсем недавно входило в большую восьмерку. Там с Россией перестали сотрудничать после аннексии Крыма. Были случаи, когда Путин не просто не занимался какой-то проблемой, а просто делал активно хуже. В самом начале его нынешнего срока он навредил сразу многим россиянам, прям залез к ним в карман. И да, конечно же, я про пенсионную реформу. Законопроект о ней внесли в Госдуму в июне 2018 года. Прямо сразу после его прошлых выборов. Нужно ли говорить, что ничего об этих планах перед выборами вообще никто не говорил, уж тем более сам Путин. Главные изменения по нему — это повышение возраста выхода на пенсию. До 60 лет для женщины, до 65 лет для мужчин. Результаты опроса Левада-центра тогда были однозначными. 90% опрошенных россиян реформу не поддерживали. Несмотря на то, что формально Путин до подписания к закону вроде как отношения не имел, его рейтинг тоже обводился практически сразу же и составлял менее 50%. А я напомню, что проголосовали за него по официальным данным всего за три месяца до этого почти на 20% россиян больше. И россияне тогда вышли протестовать. Вышли и те, кто не был ни активистом, ни оппозиции. Люди старшего возраста. Те, кого реформы затрагивало больше других. Но это было не сразу. Со временем анонса реформы в Кремле подгадали. Так что он совпал с началом крупного международного события, которое тогда проходило в России. Чемпионата мира по футболу. Из-за него в крупных городах, где проходили матчи, митинги не согласовывали. Так что массовый протест получился, по сути, еще и отложенным на месяц. Но даже в таких условиях он получился. Путину пришлось даже выступать с отдельным обращением, уменьшить возраст выхода на пенсию для женщин. Изначально хотели сделать 63 года, а сделали в итоге 60. Однако планы Кремля по большому счету реализовались. В общем, социальная политика Путина провалилась чуть более чем полностью. Располагая такими средствами, просто сверхдоходами от энергоносителей, Кремль предпочел их потратить на войну и силовиков. Не на гражданский сектор, а именно на них. И хорошо, что вообще хоть что-то достало из социалки. Еще один символ путинской системы — это коррупция. Причем коррупция в стране начинается с самого Путина. Гарантии сохранения коррупции в России. Есть такой человек? Какие он? Вся структура власти Путина за 25 лет выстраивалась так, чтобы в конечном итоге именно он и его приближенные зарабатывали практически на любом проекте, который проходит в стране. Вы наверняка слышали фамилии. Тимченко, Ротенберг, Ковальчук, Сечин и многие другие в контексте коррупционных скандалов. Но главный бенефициар всех этих схем — лично Владимир Путин. Пока четверть страны сидит без газа, Путин строит себе дворцы за много миллиардов. Пока в России тысяча школ не имеет туалетов, Путин покупает себе гигантские яхты. Так а в России минимальный размер оплаты труда 200 долларов, Путин предпочитает обогащаться сам и покупает себе ёршик в туалет примерно за месячную зарплату многих. Парень вместе с нами, Дима Зоу, у него пенсия, у него третья, у него вторая. Знаете, какая у него пенсия? 3800. Вы сами могли прожить на такой пенсии? 3800. Почему это по того? Больше не платят. Ну а дальше работает принцип, обогатился сам и богатил товарища. Крупнейшие проекты последних лет так или иначе связаны с крупными кланами пробеженных Путина. Например, помните система Платон? Это когда с дальнобойщиков взимают плату за проезд. Её оператором владел сын Аркадия Ротенберга. А сейчас она связана больше с Растехом Сергея Чемезова. Национальная медиагруппа, владеющая в том числе Первым каналом и СТС, появилась тоже благодаря Юрию Ковальчуку. Пересказывать расследования Навального, проекты и других независимых СМИ я, конечно, сейчас не буду. Это отвлечёт от главного. Вся эта коррупционная схема держится на одном человеке, Владимире Путине. Причём, как только кто-то вскрывает эти схемы или пытается им помешать, Путин применяет всю силу репрессивного аппарата, вплоть до отравлений и убийств. А применив репрессии к одной группе, становится трудно, и нарушения прав человека становится массой. В августе 2020 года самого известного критика Путина Алексея Навального отравили боевым ядом новичок. Каким-то чудом ему тогда удалось выжить, пройдя лечение в немецкой клинике Шарите. Затем он позвонит своим убийцам, а они во всём признаются. По возвращении в Россию Навального задержат и отправят в тюрьму. А после трёх лет строгих, а затем особо строгих условий на Крайнем Севере, в том числе в штрафном изоляторе, Алексей Навальный умрёт. До этого были и другие политические убийства и их попытки. Бориса Немцова застрелили в 2015 году прямо у стен Кремля. В том же году была первая попытка отравления Владимира Кармурзы-младшего. А спустя два года – вторая. Обе, к счастью, оказались неудачными. Но в своём преследовании Кармурзы Кремль не остановился. В 2023 году политика осудили на 25 лет. При этом ещё несколько лет назад, хоть оппозиция и находилась под постоянным прессингом, массовые акции проводить всё же могла. Это были и протесты против пенсионной реформы, о которых я говорила, и акции в поддержку Фургала, и митинги из-за недопуска кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 году, и акции в поддержку Навального, когда он вернулся в 2021. Ну и, конечно же, антивоенные протесты весны 2022. Но многие из этих акций объединяли, в том числе и жестокие задержания, множество административных и для кого-то уголовных дел. Для Путина мнение несогласных опасно. Их нужно заткнуть дубинками, можно пригрозить арестами, их нужно закрыть в тюрьме, главное, чтобы не высовывались. Преследовать несогласных с политикой Путина, вообще-то, начали не только на акциях, но и превентивно, изменениями в законодательство. Например, те же законы об иноагентах. Это же клеймо, которое накладывает на людей и организации значительные ограничения. И его выдают массово, практически каждую пятницу, причем и людям, и организациям, и без каких-то вменяемых пояснений. Ограничений для иноагентов становится все больше. Ну вот из последнего. Им запретят размещение у себя рекламы. Причем оштрафуют за это и тех, кто рекламирует, и тех, кого рекламируют. И проблемы могут возникнуть даже у тех, кто вообще не лезет в политику. Еще до начала нынешнего срока, в 2017 году. Например, экстремистской организацией признали свидетелей Иегова. Да, неортодоксальное направление христианства. Но при чем тут экстремизм? Вообще говоря, позиция, кого считать экстремистом, меняется вместе с основным курсом государства. Было важно православие, запретим не православно. Теперь заговорили о семейных ценностях, ну тогда давайте запретим всех, кто им не соответствует. Вот выдумали движение ЛГБТ. Если что, его реально не существует. Но в процессе государственный бюджет на силовиков и их численность раздували не только для охоты за оппозицией, или вот ЛГБТ, или свидетелей Иегова. В нашей стране ведь нельзя просто быть вне политики, соблюдать красные линии и при этом быть в безопасности. Людей преследуют и сажают в тюрьмы по поводу и без. Самый простой способ полицейским продвинуться по службе, догадайтесь сами, конечно, подбросить наркотики. Потом осудить человека по 228 статье, ставшей по сути народной. И это настолько стало нормой, что даже по сути не скрывается и открыто обсуждается по федеральному телевидению. Пусть, конечно, не в программе «Время» или каких-то политических передачах, но через фильмы, сериалы. Такой сюжет просто стал буквально будничным. Справедливо будет тут сказать, что вообще-то число заключенных в тюрьмах в последние годы все-таки снижалось. Но прямо сейчас какой ценой это происходит? Сегодня популярный способ выйти из тюрьмы – это отправиться на фронт, повоевать там недолго, ну а затем вернуться домой свободным гражданином. Но поскольку какой-то программы реабилитации для таких людей нет, да и справлением в колониях и в тюрьмах тоже не занимаются, то эти люди, заимев еще и боевой опыт, начинают снова совершать преступления и убийства, и изнасилования. При этом в тюрьмах все еще полно людей, которые вообще-то не совершали никакого насилия. Например, осужденных по экономическим статьям. Чтобы с Владимиром Владимировичем, ну вот вообще никто не мог поспорить ни в парламенте, ни в других органах власти, чтобы не критиковал его позицию, Путин долго и последовательно подчинял себе закон о выборах. Теперь, чтобы даже просто стать кандидатом на выборах, надо или пройти ниже всех радаров, особенно до них не отсвечивая, или просто надеяться на чудо. Мне вот в 21-м году это удалось, благодаря каким-то невероятным усилиям всей команды, которая подготовила документы, подписи. Но многим оппозиционерам, и не только на тех выборах, такого сделать не удалось. И это не потому, что они что-то делали плохо, а потому что это заградительный барьер специально выдуманной системы. Но вот когда Кремлю выгодно, чтобы был типа плюрализм мнений, так кандидатов сразу регистрировали. Ну, например, президентская кампания 2018 года. Кремлю было важно показать, посмотреть, какой выбор есть большой у россиян. Вот тебе и председатель совхоза, и светская львица, и демократический дедушка, еще несколько всяких кандидатов от сталинистов, да вообще непонятно кого. Ну и, конечно же, Путин. Выбираем его? Не хочу. Вот только людям тогда ведь не дали возможность выбрать, например, главного оппонента Путина, Алексея Навального. Его не пустили на выборы. Глава цикла Памфилова тогда заводила свою шарманку, что Навальный, цитата, молодой, перспективный политик, у которого все впереди. И убрав главного оппонента с выборов, Путин по традиции без какой-то писаной программы и посещения дебатов на выборах победил. Набрал он тогда по официальным данным почти 77%, а по подсчетам электорального аналитика Сергея Шпилькина около 67% по очищенным данным. То есть даже независимые эксперты признали, да, за Путина действительно проголосовало большинство из тех, кто пришел на выборы. Сейчас, в 2024 году, страна находится в состоянии войны. Кремль хочет показать единство нации и маргинальность антивоенных или оппозиционных голосов. И чем меньше высказываются кандидаты, тем лучше, а чем меньше будет самих кандидатов, тем меньше у них и будет возможностей даже хоть что-то случайно ляпнуть. Вот и получилось, что всех независимых кандидатов до выборов попросту не допустили. Они системе оказались не нужны и опасны. Самовыдвиженки Екатерины Дунцовой отказали даже в регистрации инициативной группы. То есть она даже подписи ее не пустили собирать. Шедшего от партии гражданской инициативы Бориса Надеждина сняли уже по подписям. Хотя, опять же, вся страна видела очереди в его штабы. Люди шли туда оставить подпись за кандидата против Путина и кандидата против войны. В итоге людям просто сказали, что подписи вы тут какие-то поставили, но мы решаем, что это мусор какой-то. И не допустили кандидата. Так и осталось на выборах всего три кандидата помимо Путина. Но случилась интересная ситуация. Просчитался, но где, как говорится? От партии «Новые люди» выдвинут 40-летний зампред Госдума Владислав Дованков. Человек системы и все такое. Но он в своей агитации использует лозунг «За мир». И не так важно, что он конкретно под ним понимает, верит ли сам, поддерживает ли. Система уже просчиталась. Дованков этим самым лозунгом стал сам кандидатом за мир. И мы теперь можем проголосовать против войны. Против пожилого и завравшегося автократа, который вот уже почти 25 лет находится у власти и все обещает, что вот-вот, но еще шесть годиков, и теперь-то уж точно получится. Но мы с вами знаем, что не получится, не сделает, потому что не хочет. Путин — это еще шесть лет унижения, шесть лет насилия, шесть лет коррупции и шесть лет войны. Конечно, шансы, что все это остановится вот уже в эти выходные, невелик. Ну, во-первых, они малы, но не ровно нулю, а значит, мы обязаны сделать все, чтобы эти шансы увеличить. Во-вторых, наш поход на выборы и наше активное в них участие может стать очередным ударом по Путину. И ты никогда не знаешь, какой из ударов будет критическим или какой может запустить какую-то цепь событий. Так что не дайте украсть хотя бы свой выбор. Приходите на выборы и голосуйте против Путина. Я буду голосовать за Дванковой, вас призываю сделать так же. Давайте проголосуем за мир. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok